Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Добро пожаловаться. Я хотела спросить... Вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Ну что же, начинается программа «Добро пожаловаться», как обычно, по понедельникам. И ваши вопросы, ваши жалобы, может быть, просьба проконсультировать. Присылайте на номер ватсапа 2306191 или звоните в прямой эфир 67-212-93-9. 67-212-93-9. И на ваши вопросы отвечают наши уважаемые эксперты. Это председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир. Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Добрый день. И эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвер Гонтрев, господин Гонтрев. Тоже добрый день. Добрый день. Да. Может быть, начнем с вопроса, который вот у нас... Я не помню, мы на него успели ответить или нет. Как-то вот я уже забыл. Управляющая фирма выставляет нашему дому счет за очистку канализационного люка, который находится вне нашего дома. Разве это не собственность Ригас-Уденс? Как этот вопрос решается? Бывают ли такие ситуации? Бывают. Надо смотреть в зону ответственности. Есть с Ригас-Уденс именно по канализации. Есть совершенно четкое разделение, где зона ответственности собственников квартиры, где зона ответственности Ригас-Уденс. Стандартно, по умолчанию, но обычно это первый колодец у дома. Но бывают случаи, когда и более сложная ветка канализации относится к дому. Это особенно характерно для бывших ведомственных домов. Тех домов, которые принадлежали на госсектор, на министерство. Это первое. Второе. Чистка канализации. Это не всегда чистка бытовой канализации. Возможно, это была чистка ливневой канализации. А с ливневой канализацией все очень сложно. Там зоны ответственности и вообще ответственных за ливневую канализацию определить очень сложно. Продолжая вот здесь еще, спрашивают, что если закреплен этот люк за домом, что можно сделать? То есть это закрепляется или просто... Есть зона ответственности. Понимаете, четко есть. Это не люк, это колодец. И каждый колодец, он находится в ведении кого-либо. Обычно, как я повторюсь, обычно, если эти колодцы в ведении именно с хозяйственной канализацией, фекальной канализацией, они являются в зоне ответственности Рига судна. Но бывают исключения. Здесь нужно смотреть, опять-таки, на схему, где указана зона ответственности. То, что за колодец и чья зона ответственности. Еще один вопрос. В одной из ваших передач было сказано, что с марта можно посмотреть движение резервного фонда. Нужно зарегистрироваться в какой-то системе. Ну, если ваш управляющий успел ввести, там не движение, а там размеры. Пока вводятся только размеры резервного фонда или накопительного фонда, и должны быть введены отчеты. Но это все начинается с февраля, и специально нигде регистрироваться не надо. Вы можете, как собственник квартиры, если вы являетесь собственником квартиры, то вы можете зарегистрироваться, зайти в БИС, в БИС, в БИС, информатива, система. И там вы можете по своему адресу посмотреть, что у вас запомнило в деле дома. Но там есть две вещи, которые вам могут не позволить этого сделать. Первое – это успел ли управляющий за это время во всех домах ввести все эти данные. Потому что процесс довольно трудоемкий, и времени просят достаточно много. Система не быстро работает. И второй момент – там загружена база данных собственников квартир по состоянию на прошлый год, где-то на начало прошлого года. И поэтому, если у вас сменился этот период собственной квартиры, не факт, что вы сможете авторизироваться. А авторизация происходит при помощи обычного Латвии АЛВ через интернет-банк или с электронной подписью. У нас, между тем, есть звонок 67212-93-9. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в собственниках квартир большие разногласия. О площади арендной частной земли многоквартирного жилдома с РНП и Лигой самоуправления и привитационной комиссии. В мае месяце было сделано отчуждение нефункционального земельного участка во дворе дома, и тут же он был огражден забором. С мая месяца РНП упорно выставляет счет за полную площадь арендной земли, куда входит отчужденный огражденный участок. С предоплатой на 3 месяца вперед. В счете за март выставлен платеж за июнь месяц. Два вопроса. Кто назначает экспертизную комиссию геодезистов за меры участка? РНП или Лигой самоуправления и привитационной комиссии? Второй вопрос. Правомерно ли РНП берет оплату за всю площадь арендного земельного участка с предоплатой за 3 месяца вперед? Спасибо. Павел, может быть, ты? Да, да, да. Определяет земельный участок комиссия по приватизации. Это уже изначально с тех времен, когда дома отдавались на приватизацию, на процесс при приватизации. Потом поняли наши политики о том, что есть множество ошибок, но и поняли, что перемерить каким-то образом земельный участок просто так невозможно, так как он одно целое составляющее, например, на весь квартал. Если где-то отрезать, так вот куда этот остаток поставить? И там буквально, по-моему, два года обратно есть изменения в законе о приватизации, где сказано, что комиссия по приватизации уполначивается пересматривать эти земельные участки, но они не пересматриваются по одному, они пересматриваются по всему кварталу, чтобы где-то убавить, где-то прибавить, или же, если получается так, что всем убавить и остаётся какой-то пустой земельный участок, ну, тогда хорошо. Какие-то такого рода процессы уже пришли в городе, какие-то ещё процессы. Но процесс долгий. Он может занять годами. Теоретически это возможно. Про вопрос, правильно ли берётся, что деньги вперёд, да, правильно, потому что были изменения в законе о приватизации земельной аренде, где было сказано, что сейчас там аренда не 5, не 6, а 4, но аренда платится вперёд за текущий квартал. Так что здесь такая ситуация. У нас, между тем, ещё один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Господин Федорко, а вот на что с колодцев. А что это за схемы, где это можно видеть, посмотреть, чтобы выяснить, действительно, кому, ну, колодцы, которые к дому, и которые Рига-Суден. Спасибо. А это в договоре с Рига-Суденц. Рига-Суденц предоставляет сразу схемы водоснабжения, в которые включена, в том числе, и канализационная сеть, потому что это неразуменный процесс подачи воды и её отвод. И там сразу отмечены зоны ответственности. С ними можно соглашаться, можно не соглашаться, но они отмечены, они имеются. Как правило, в Риге первый колодец у дома – это канализационная, с этого момента начинается зона ответственности Рига-Суденц, то есть сам колодец в их обслуживании, а вот труба, которая идёт от дома до колодца – это ваша зона ответственности, это раз. Второе – водоснабжение по их утверждению, это не соответствует закону о водоснабжении, но по их утверждению на сегодняшний день от фундамента, в пределах фундамента дома, то есть на границе фундамента, на входе и на выходе водяная труба, за фундаментом на улице – это зона ответственности Рига-Суденц, внутри дома – это типа ответственность жильцов за транзитную трубу. Но это такой спорный момент. ливнёвая канализация, если там, где ходит общественность, по дорогам городского значения, там есть кому отвечать за ливнёвую канализацию, внутри квартальная ливнёвка вообще не имеет какого-то особенного хозяина. Там всё непонятно. То есть в пределах, в границах земельного участка принадлежащего дому отвечает за ливнёвую канализацию собственник квартиры, а вот дальше там всё непонятно кто. Такие примерно. Но есть исключение – это ведомственные дома, которые, допустим, Минстроевские ведомственные дома или других министерств, когда строились группы домов с внутренней, с комбинационной между домами сетью и водой. И вот там есть исключение. И это надо тогда уже смотреть на документы. Наверное, такая вот актуальная каждую весну тема. Опять-таки в Латвии в связи с тем, что поднимается уровень воды в латвийских реках, насколько для Риги эта опасность затопления сильная, потому что есть какие-то районы, где уже объявлено предупреждение об оранжевом уровне в связи с затоплением по течению Далговы. Понятно, что из-за подъёма воды может затопить дома, может быть нарушена транспортная инфраструктура, нарушено электро- и водоснабжение. Вот к чему нужно готовиться? Есть ли какая-то угроза для обычного дома или, может быть, на берегу реки? Какие нужно предпринимать, может быть, какие-то меры? Ну, вы знаете, я скажу так, стихия всегда представляет угрозу. Последнее затопло такое наводнение, это я помню, что было подтоплено сарком Далгово и Балдырая. Так, по-моему, если мне память не изменяет. Эти районы обозначены, там, наверное, местные дирекции должны проводить соответствующую работу. К чему готовиться в частном порядке? Ну, мне трудно сказать, если будет стихийное бедствие. Маловероятно. Главное – быть готовым убежать. Я, ну, это, извините, нехорошо сказал, эвакуироваться, так правильно. То есть держать на случай стихийных бедствий все равно должен быть тревожный чемоданчик, так, чтобы у вас были в одном месте необходимые документы, какие-то средства и какой-то небольшой запас одежды и питания с тем, чтобы можно было схватить и убежать. Потому что стихия есть стихия. А с точки зрения подтопления, я даже больше вижу опасность в центре города, в старом историческом центре, где ливневая канализация соединена с хозяйствами, и когда сильный ливень, как правило, она не способна отвезти в воду. И это мы видим, это каждый раз там улица Мариеса, улица, еще несколько улиц в городе, где заливаются и подвалы, и заливаются сами улицы. Так, ну, еще, поскольку я тут смотрю, пока звонков нету, 6-7-212-93-9, если кто-то будет звонить, вот мы, продолжая в прошлые разговоры, мы видим, что сейчас политика Европейского Союза направлена на принудительное утепление, реновацию домов, и это, судя по всему, такая будет масштабная программа, вот насколько у нас, ну, будет ли какое-то софинансирование со стороны или государства, или самоуправлений, или все это вот может лечь на плечи обычных людей, то есть, условно говоря, теперь мы видим, что постепенно меняется и законодательство, то есть, треть владельцев квартир могут принимать решения, и вполне возможно, что человек, который просто не интересуется делами дома, ну, как бы не читает даже бумажки, вывешенные о собрании, может столкнуться с тем, что в счете у него добавится вот какая-то достаточно внушительная сумма на накопительный фонд, на реновацию, он будет спрашивать, возмущаться, вот насколько вот эта ситуация серьезна, насколько вот как вы ее видите? Давайте разделим вопрос. То, что можно принимать решения меньшим количеством голосов, эти все решения можно будет реализовывать, и люди смогут увидеть отображение в своих счетах, это в пределах всего финансирования, которое можно обеспечить за счет свежих жильцов, то есть, за счет того, что либо повысить им счета, либо использовать накопительный фонд. Если речь идет о более значимых затратах, таких как на утепление или на глубокую модернизацию систем каких-то, то там, как правило, нужно привлекать кредиты, и тут вопрос не ясен, сегодня ответа нет. Исходя из текущей практики, я сомневаюсь, что банки дадут при сегодняшних ситуациях кредиты под одну треть голосов. Такой практики не было, но в свое время не было и практики, когда вообще многоквартирным домам давали кредиты, и государство такой продукт развило. Через при помощи ипотечного банка, если вернуться к истории, была специально опробована кредитная линия, отработаны механизмы и запущены. И сегодня, если вы имеете квалифицированный корм при принятии решения о виновации, то вы можете получить кредит. Поэтому я думаю, что это вопрос такой, что за словом «А», что можно принимать одной третью, должно последовать слово «Б», которое будет говорить о том, как можно финансировать такие мероприятия, которые необходимы, но в силу пассивности жильцов принимаются меньшинством голосов. Относительно европейского решения, насколько я понимаю, готовится директива обязательно к выполнению, при которой будет ограничено энергопотребление жилых зданий до уровня D. По энергошкале Евросоюза это довольно серьезное понижение, и это будет обязательное действие, но под нее Европа готовит деньги. Тоже там прописывается, что будет определенное софинансирование. Как поступит наше государство в этом случае, я не знаю, но директиву-то они должны будут. Мы с вами должны будем выполнить директиву. Директивы, документы обязательно. Как это будет реализовываться, ну, пока я, насколько понимаю, это в процессе обсуждения, но то, что нам придется свои здания приводить в порядок, да, это придется. Говоря вот о приведении зданий в порядок, вот первое, можно сказать, ласточка, государственная земельная служба зарегистрировала в информационной системе государственного кадастро недвижимости первое прекращение принудительной собственности для многоквартирного жилого дома. То есть началось как бы освобождение от земельных баронов, вот выкуп хозяйской земли под домом без уже согласия и желания, то есть владельцы решают, и они это могут сделать. С 1 января 23 года владельцы квартиры имеют право выкупать хозяйскую землю под домами, и статистика говорит о том, что 3600 многоквартирных домов сейчас находятся как раз-таки на хозяйской земле, для них это актуально. 110 тысяч квартир, это вот уже в этих домах, они платят постоянно арендную плату. И вот как вы видите эту ситуацию, потому что все равно говорят специалисты о том, что это половинчатый закон, и здесь очень много подводных камней. То есть там сложная очень процедура, то есть жильцы большинством голосов принимают решение, что они хотят выкупить хозяйскую землю, без даже там не требуется согласия собственника, но там дальше начинается очень сложная процедура. Сам протокол нужно отправить в самоуправление. В течение 6 месяцев принимают решение, как должны утвердить площадь выкупаемого участка, его могут пересмотреть. Дальше передают земельную службу, там тоже вычисляют кадастровую стоимость, высылают каждому жильцу извещение о доле выкупа, потом вступает в этот временной специальный, вот начинают тикать часы, и срок весь нужно завершить за 2 года, потому что иначе нужно будет все начинать заново. Ну то есть тут очень много, и если не будут выплачены все деньги, то прекращается дело, деньги возвращаются. В общем, это такая достаточно сложная процедура, и нет гарантии, что везде она пройдет без сучка и задоринки. Вот как вы оцениваете всю эту схему, насколько она жизнеспособна, сколько воспользуется вот из этих 110 тысяч квартир вот этим правом выкупа? Ну я бы сказал так, я думаю, что Айвер дополнил гораздо больше, но я бы сказал так. Во-первых, у нас было право выкупать земли и до этого. Права-то у нас были, возможностей у нас не было, и на сегодняшний день я не вижу таких возможностей, опять-таки, потому что все, что вы перечистили, это вопрос о том, что выкупается имущество в общую собственность, значит должно быть стопроцентное согласие, но и там масса нюансов. И потом, как это имущество делить, и как назначать, и вы сами сказали, что сначала принимается решение о выкупе, потом определяется размер земельного участка. В общем, много, очень много нюансов, поэтому я бы сказал так, на сегодняшний день я практической реализации не вижу. Единственная практическая реализация, которая была в нашей практике, с Айвером совместно, это была реализация такая, дом создавал бедрибу и выкупалась землю не вот собственники квартир в общую собственность, а бедриба в пользу собственников квартир. Тогда эта схема работает. Но здесь еще вопрос о цене. При принудительном выкупе, насколько я понимаю, там установлена цена выше кадастра обязательной к исполнению. И на сегодняшний день при процентной ставке в 4%, ну, вряд ли есть смысл дергаться. Я бы сказал так, потому что хозяин земли вызовется раньше, чем закончится срок аренды. Поэтому здесь очень много вопросов, но Айвера более глубоко в теме. Сергей правильно указал, что здесь главный вопрос – вопрос цены. Мы неоднократно говорили в передачах о том, что здесь получается такая абсурдная ситуация, поскольку эти земли, когда они оценивались кадастром, они оценивались без учет всех тех отягощений, которые там есть под землей. Но актуализации по закону того же кадастр этой оценки может заказать только владелец. На моем опыте, вот конкретно заказав, ты видишь, ты открываешь земельные книги, кадастры, есть там теплосети, есть водосети и так далее, но они не замерены точно. И когда ты их точно заказываешь в СЗД замерить, кадастральная цена упала на 30%. Это турциям конкретный адрес, который проходил через эту процедуру. И что это значит? Это значит, что покупайте, но покупайте слепую. Могли же государства позаботиться, что в этих случаях кадастр сам институт запрашивает, может актуализировать эту цену по тем отягощениям, которые там есть. Это раз. Второе, процесс настолько долго тянется уже все это время, после реформы, что уже люди, скажем так, уже теряют, где мы вообще, что мы можем сделать. Тем, которым это актуально, они следят, и они воспользуются. Я думаю, это будет меньше 10%. Потому что, если вы сейчас пойдете в банк, евробор, уже близко к 4%. Ну, еще добавочная стоимость банковских услуг, и банковские проценты ставки, это уже 6-8%. Так зачем выкупать, если это стоит 4%? Со всем налогом. Да. И покупать за 8%, за 6% и плюс еще налог платить. Да кому это надо? Надо, надо, скажите, пожалуйста. Плюс государство уже не сказало четко, ясно, те, которые пользователи, ну, как это, те, которые знают, где что смотреть, что вот, если вы зайдете сейчас в кадастр, вы увидите, сколько стоимости вашей земли сейчас, и сколько она будет там через 2 года, или через год. Это государство тоже как-то так сделало какую-то такую притворскую ситуацию, когда нужно было выбираться, перевыбираться депутатом, они решили, что сейчас давайте заморозим эти все стоимости катастрофической цены, которые должны стать в силу по закону. Ну, что значит заморозим? Ну, давайте тогда не притворяться, тогда скажем, это будет так, там через год или через 2, да, не отморозится. Ну, такая подвешенная ситуация. И люди все время так, я в принципе считаю, что ведутся в заблуждение постоянное, да, четко бы сказали, ребята, вот условия, можно купить, через 2 года не будет никаких политических манипуляций, манипуляций, вот, ваша кадастральная стоимость будет вот с этой цифры на эту цифру. Посмотрите, пожалуйста, те, которые вот там бесплатно можно посмотреть, скажите, СЦЛВ, вот в вашем случае, ну, сколько она меняется, обратите на это внимание, да, потому что там бывают случаи, что и в 2 раза корресторальная стоимость меняется. Это, ну, и цена, это самое главное, да, почему Лазерис Дерс ее считает по полной сумме, да, как бы, как бы этот земельный участок вот стоял такой идеальный, в идеальном месте, внутри квартала, где возможно без проблем строить, вот таким образом определяет тогда стрелять стоимость. Мы уже тоже много раз говорили, что здесь просто нужна коррекция самой методики, вал за мездаемость, что это, в этой ситуации конкретно оценивается отягощенный земельный участок, он по другую цель не может быть использован, он только под этим домом, принадлежит в порядке, и как для дома это принудительная ситуация, так и для этого земельного участка это принудительная ситуация, он никуда, земельный участок этого дома не может деться, и поскольку земельный участок отягощен, ну там дискаунт, ну или там скидка на него должно быть от простой стоимости от минимум 70%, я считаю даже 70%. Почему я так считаю? Потому что вы можете провести анализ тех земельных участок, которые продавались в свободном рынке, и они подавались за 25-30% от катастрофы, и стоимость в свое время. И вот и все. Вот тогда это будет работать. Получается, что сейчас выгоднее дождаться того момента, когда владельцы земли сами будут заинтересованы в том, чтобы продать ее ну вот с значительным дискаунтом с владельцем многоквартирного дома. Пока нет у государства какого-то конкретно целенаправленного движения в эту сторону, чтобы этого не хватает. Не хватает конкретно правильно определенного стоимости этой земельного участка, и тогда уже будет исходить из этого уже и решение этой проблемы. Сейчас там просто бардак, честно. Ну вот, принимают закон, ну а что дает закон, если нету понятна математика, нету понятна вообще суть всего этого, да, ну вам надо землю под вашим домом? Ну да, ну сколько это будет стоить? 200 тысяч, ну не надо. Ну понимаете, а вам надо вот землю под вашим домом? Мы ее ценили, брали во внимание, что это отягощение, брали во внимание все трубы, которые проложены, сколько стоят? 30 тысяч, ну давайте выкрутим. Ну, два разных подхода. Сейчас идет там бутафория все время того, что мы этот вопрос как-то решаем. Почему он не решается? Ну, депутат лучше знает, кто где, с кем говорил, в кафешках, о чем говорил, и почему он таким образом так милен на этот закон идет, и почему никто не заинтересован просто в этот вопрос решить. Не показывать, что решает, а решить. ну, скорее всего, кто-то кого-то лоббирует. Ну, это очевидно, потому что если есть проблема, она не решается, ну, неужели там никто не хочет решить и сказать народу, вот я решил. Ну, знаешь, кого-то пролоббировал и очень хорошо. Я могу сказать на примере одного своего дома. Стоит на частной земле, земля была выкуплена баронами в свое время, причем участок был выкуплен 3600 квадратных метров, из них 2000 это под линией электропередач высоковольких. Люди покупали с явным намерением делать бизнес, бизнес на том, что они будут стричь деньги по 6-7% с собственников квартир, потому что меняется в обязанность, они пытаются навязать все эти 3600 метров, причем 2000 ты никак не можешь использовать, потому что там у меня линия высоковольтных электропередач ничего не может сделать. Ну, сейчас такие проекты будут гореть, потому что сейчас 4%, а банку деньги отдай, я думаю, что там идет попытка со стороны законодателя и нашим и вашим, то есть давайте мы типа уберем совместную собственность и давайте мы при этом пожалеем и как-то спасем эти провальные проекты земельных баронов, которые понапрали земли в кредит, никто же свои деньги не выкладывал, ну и третье, там еще надо смотреть каким образом работает банковское лобби, потому что эти люди взяли кредиты в банках, и представьте, если сейчас все это обрушится, там приличнейшие деньги сидят, и банку радости от того, что какой-то земельный барон сбанкротирует, тоже, наверное, никакой нет. У нас еще есть звонок, здравствуйте, пожалуйста. Алло, добрый день, Лабен, будьте добры, вот можно как бы пояснить для обычного человека, что даст мне этот выкуп земли, у нас тоже есть у нашего дома большой кусок арендной земли. Значит, если исключить вот эту эфемерную выгоду от того, что сейчас мы платим 4%, а потом, может быть, будем меньше, как собственники, но когда мы почувствуем только это через много-много лет, а сейчас вот выкупим этот место мое, этот кусочек, он же не ограничен никакими геодезическими, я не знаю, рейками, что ли, где он находится, вы не можете там ни скамейку поставить, ни какой-то там куст посадить, вы не знаете, где он, зачем он мне нужен тогда, этот выкуп, спасибо. Ну, давайте ответим так, во-первых, сам земельный участок, который вы арендуете, он, как выразились геодезически, обозначен очень четко, есть веперные точки, и он на плане виден, да, ваша личная доля там не будет видна, потому что она неделимая, но общий участок известен. Зачем выкупать? Ну, если относиться к этому вопросу как к бизнесу, никакого смысла, если относиться к вопросу, что вам по жизни надо платить, это первое, то есть вы пожизненно платите и будет платить, пока эта недвижимость в виде вашего дома будет существовать, то вы будете вынуждены платить, это первое. Второе, при этом вы еще должны о чужом имуществе заботиться, потому что земля не ваша, но всякие вопросы содержания, содержания дорог, содержания всего, что на ней находится, это ваша головная боль, вы за это отвечаете. В этом плане смысл один, не все ли равно кому платить. Или платить хозяину земли, или платить банку, вам все равно, но когда вы платите банку, то в этом случае вы когда-нибудь освобождаетесь от этого, этой обязанности платить повышенную ставку. Вот и все. Ну и следующий момент, который никто не берет во внимании, но в принципе наши дома когда-нибудь пойдут под снос. а где вы будете строить новое жилье, где вы будете обустроить. Это одна из возможностей потом, когда-то очень далеко, но получить возможность на этом месте, где дом ваш будет сноситься, построить новое жилье. в этом основной смысл, потому что на самом деле вообще то, что землю в городских пределах отдали в частную собственность, я не говорю баронам или собственникам квартиры, я считаю это громадная ошибка. Вопрос еще, я понимаю, слушательница был, можно ли оградить свою собственность, то есть если выкупили эту землю, можно ли... Можете оградить эту землю, можете на ней делать все, что хотите, но в пределах того, что разрешено законом, вы не должны создавать проблемы для пользования своим имуществом окружающим. То есть да, забор можно поставить в том случае, если он не нарушает градостроительные нормы и не препятствует передвижению людей или доступу людей к другим объектам собственности. Да, почему нет? Надо ли это делать? Это-то я не знаю, но можно. Ну, то есть, может быть, речь идет там о том, что хотели бы сделать свою автостоянку, куда, например, никто из чужих не сможет поставить. Можно, но опять-таки это все в соответствии с градостроительными нормами. Проект обустройства земли, благоустройства, все это можно делать, если земля ваша. Ну, тут такой пришел риторический вопрос, даже скорее реплика, что проблемы не решаются с одной целью, кто-то напрямую заинтересован в прямой выгоде либо коррумпирован. Ну, в принципе, мы говорим о том, что, да, вот заинтересованы и банки, наверное, в том, чтобы владельцы не обанкротились с земли. Почему Рижская дума и СЭМ не реагируют на жалобы? Ну, не знаю, что тут ответить. Понимаете, кроме заинтересованности есть еще момент. Вот этот момент, он очень сложный для меня в рассуждениях. Когда начинаются попытки навести историческую справедливость, обычно рождается куча новых несправедливостей. Вроде бы отняли землю, потом теперь дали другим, теперь опять отнимаем. Это вообще процесс такой, каждый новый шаг, он порождает новую несправедливость. И поэтому он еще сложен именно с этой точки зрения. Потому что здесь нет какого-то такого решения, которое могло бы быть компромиссным для всех. Будет все равно насилие какой-то группой во имя очередной справедливости. Но вот это сложно. Это тоже тормозит процесс. Ну что же, наверное, я так понимаю, что эта тема очень действительно большая, и мы ее еще будем затрагивать не один раз, и для людей все равно многое не ясно, что делать, выкупать землю, пытаться выкупать, подождать, попытаться договориться с владельцем земли. Кстати, наверное, что это тоже вариант, может быть, можно договориться с владельцем земли полюбовно, и он согласится сделать какие-то уступки. Мы будем говорить об этом в наших следующих уже программах, потому что смотрю, что время заканчивается. Сегодня на ваши вопросы отвечали председатель управления товарищества Центр консультации собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Гонтарев. Спасибо большое. Пишите на номер ватсапа 2306191, задавайте ваши вопросы заранее, и до следующего понедельника, до новых встреч, вернее, через понедельник, потому что у нас пасхальные каникулы, тогда встретимся через понедельник. Всего доброго, до свидания. До свидания.